После того, как я сшила косметички для детей, ну, правда, они их используют как пеналы, и удобно туда все это школьное барахло помещается, муж попросил сделать и ему такой же такой походный вариант. Ну, а заодно и себе. Такие косметички очень классно сшить новичкам в том плане, что здесь можно тренироваться, как сшивать молнию или делать стежку, тренировать ровные прямые строчки. Ну, для мужа косметичку, в отличие от детских и своей, я буду делать из готовой стежки. Там была ткань обычная, здесь курточная ткань, уже стеганая с утеплителем. Я как-то сшила ему очень давно куртку, и вот такой вот отрез остался. Молнию, как вы видите, я тоже взяла какую-то выпороту из чего-то там, даже не помню, с сумки, наверное. И подкладочная ткань будет у меня внутри, тоже остатки от пиджака школьного сына я сшила. Ориентируясь по этой молнии, я выкроила прямоугольник из стежки, немного добавила по краям на припуски. Точно такой же прямоугольник надо выкроить из подкладки, только здесь у меня будет два прямоугольника, потому что не хватает цельнокроеный. Ну а для своей косметички мне уже стежку надо будет делать самой. У меня также в остатках был утеплитель, его выкраиваем точно такой же прямоугольник, как и два основных. Здесь у меня вообще на подкладке будет поплин, а сверху плательная ткань, очень красиво переливается, напоминает по рисуночку бархат, да? Ну и приступаем, втачиваем нашу молнию. Если вы делаете это первый раз, сначала обязательно молнию соедините с основной тканью, со стежкой, и лишь затем соединяйте с подкладочкой. Я буду делать это сразу. В любой машинке в комплекте должна идти вот такая лапка для втачивания молнии. Обязательно пользуйтесь ею, это очень удобно. И также необходимо сделать нам отстрочку. Эта лапка также у меня шла в комплекте. Ну и как я уже сказала, на таких вот вещах очень классно тренироваться, втачивать молнии, если что-то вдруг где-то не получится. Ничего страшного, можно все распороть и сделать заново. То же самое повторяем и с другой стороны. Лучше, конечно, использовать разъемную молнию подлиннее. У меня здесь она с двух сторон закрыта, поэтому мне было не совсем удобно делать отстрочку второй раз. Ну, это мелочи. Подкладочку нам надо соединить, оставив небольшое отверстие, через которое мы будем потом косметичку выворачивать. Теперь я просто для удобства пришью по бокам вот такие шлевочки. Это не обязательно, просто за них потом удобно держаться, когда раскрываешь косметичку. Теперь, как показано на видео, выворачиваем обратно нашу косметичку и складываем таким образом, как показано на видео, чтобы молния у нас была посередине, а подкладочка сверху лежала и соединяем по боковым вот этим вот швам. Берем квадратик 4х4, если у вас косметичка маленькая, то возьмите 3х3 и прикладываем его не к краю, а именно к шву вот этому, который мы только что сделали боковому. И вырезаем 4 таких вот равных квадрата. Затем, как показано на видео, надо сложить, выложить это все в одну прямую ровную линию. Сначала я выкладываю стежку и затем подкладочку. Очень аккуратно, не спешите, чтобы у нас ничего не перекрутилось. И идем соединять. Обязательно ставим закрепочки со всех 4х сторон. Вот такая халабуда у нас получается. Мы теперь выворачиваем это все дело. Отверстие зашиваем. Все, косметичка готова. Очень легко, быстро и просто. Ну а свою же косметичку надо мне простегать. Это займет немножечко больше времени. Тешку, кстати, можно делать как ромбиками, так и просто ровными полосочками по вертикали или горизонтали. И здесь у меня уже подкладка цельнокройная. Выворачивать я буду через отверстие, которое оставляла в подкладке, когда притачивала молнию. Сначала соединила молнию с основной деталью. И когда притачивала уже подкладку, оставила отверстие для выворачивания. Специально показала вам два разных способа, как можно вывернуть косметичку, где и как оставлять отверстие. Кому как удобно, выбирайте сами. Выворачиваем хорошенечко, расправляем наши уголочки. И сейчас вот это отверстие надо отстрочить. По краям я уже начинала делать отстрочку, сейчас же ее просто закончу. Ну вот и все, мои пухленькие красоточки готовы. В чем плюс таких косметичек, помимо того, что на них можно тренироваться, учиться шить, так это и в том, что их можно делать абсолютно из любых остатков ткани, которые у вас есть. Будто кожа, бархат, здесь у меня вообще фланель и трикотаж, внутри у меня поплин из муслина, хлопка. В общем, любой ткани, здесь у меня, видите, курточная даже, это будет смотреться классно. Ну и размеры тоже, больше или меньше. Если видео вам было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь и шейте с удовольствием.